Сегодня состоялась очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии, на которой депутаты рассмотрели ряд законопроектов. О наиболее важных из них расскажет Мурат Жанпёсов. Депутаты единогласно приняли решение о внесении изменений в закон об оказании бесплатной юридической помощи. В соответствии с ним расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуг, оказываемых Государственным юридическим бюро. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи погибших, умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Согласно обновленному законодательству, отныне назначение и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет осуществлять фонд пенсионного и социального страхования. Выплату будет осуществлять единое учреждение по единым правилам выплаты, потому что, учитывая то, что выплата будет включать 6 прежних выплат, это беременным женщинам на первого ребенка, на второго ребенка, на третьего и последующего ребенка, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, практически, конечно, эти выплаты осуществляются по разным правилам. Сейчас будет единое унифицированное условие выплаты. Для того, чтобы привести в соответствии с федеральным в региональный закон вводится понятие «инвалид». Это сделано в связи с тем, что действующее федеральное законодательство не отождествляет две категории – лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, признанных инвалидами. Также вносятся изменения в республиканский закон, определяющий правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка. Цель еще одного принятого законопроекта – консолидация в одном нормативно-правовом акте всех видов регионального государственного контроля и надзора, осуществляемых на территории республики. Депутаты поддержали изменения в проект закона о регулировании вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Цель этих изменений – снизить бюрократическую нагрузку, повысить оперативность и упростить процедуру капремонта. Всего депутаты рассмотрели 27 вопросов.